В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Приостановить работу кружков и отменить массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях. Роспотребнадзор дал рекомендации поддерживанию эпидемии гриппа в регионе. Математика – царица наук. Научная школа-семинар МЦФМ прошла в технопарке. Лучшие в прыжках. Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы «Кар» вернулись с наградами из Иваново. Далее расскажем обо всем подробно. Эпидемия гриппа началась в Нижегородской области, сообщает Роспотребнадзор. Эпидемический порог в регионе превышен на этой неделе на 21%. Ведомстве рекомендуют нижегородцам снова начать носить маски. На карантин закрыли 17 школ и 7 детских садов. Областной Роспотребнадзор предложил отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки. Приостановить работу кружков и секции дополнительного образования. Отменить массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях. Запретить нижегородцам с признаками заболевания выходить из дома. Клиническая больница номер 50 в связи с ростом количества обращений по поводу острых респираторных заболеваний напоминает, что вызов врача на дом быстро, без ожидания дозвона вы можете осуществить через голосового помощника по телефону 8 800 555 24 45. Передача вызовов от голосового помощника к врачам дополнительно проверяется администратором. Поэтому просят не делать контрольные звонки операторам. Это дополнительно загружает телефонные линии. Первая всероссийская школа-семинар НЦФМ по математическому моделированию на суперкомпьютерах Экса из Z-флопсной производительности прошла в технопарке. На протяжении пяти дней участники со всей России обсуждали возможности математического моделирования в разных областях науки, посещали мастер-классы по работе пакета программ «Логос», делились знаниями и опытом друг с друга. Более 180 студентов, аспирантов и молодых специалистов из разных городов России собрались в технопарке. С 5 по 9 декабря здесь прошла первая всероссийская школа-семинар НЦФМ по математическому моделированию на суперкомпьютерах Экса из Z-флопсной производительности. География школ НЦФМ расширяется. Традиционно сюда приезжают участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. К списку городов-участников присоединились Кемерово, Владивосток и Сочи. Интересное направление послушать про гидродинамику и ожидание, ну, интересные лекции. Посидеть, нас водиться. Организация прекрасная, нас накормили с поездки. Очень приятно, новые корпуса, все шикарно работает. Вот, ожидаю увидеть людей, которые занимаются этим, общаться с ними, узнать, чем вообще эта область живет, скажем так. Ну и в целом посмотреть на центр, на Саров, потому что рассматриваю как перспективу для поступления в УЗП. Лекции участникам читали ученые и специалисты из ведущих научных институтов и ВУЗов страны. Программа школы была насыщена и практическими занятиями по работе с отечественным софтом, программным пакетом «Логос», разработанным в РФИАЦ в НИЕФ, для проведения расчетов по математическому моделированию различных физических процессов. Сегодня посчитать можно все, ну почти все. И с этой точки зрения, интерес у всех, интерес у промышленности, интерес у коммерции, интерес у науки, безусловно, да. Вот Нитри Валерий сказал о доступности компьютерных технологий. Да, с одной стороны это так, но с другой, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно решить очень много нитри Валерийских задач. Нужно понимать, как проходить этот путь от постановки задачи до получения осмысленных результатов. Молодежь должна знать о новейших разработках, куда мы движемся, то есть направление работы. В данном случае я считаю, что эта школа проходит все-таки по вычислительной прикладной математике. И это очень важно, потому что от нас именно прикладные разработки как раз требуют наше правительство, и это как раз необходимо не только нашей стороне, но и во всем мире. Также у участников школы была возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Технопарк идет в ногу со временем и делает все, чтобы на время работы школы лекторы и слушатели чувствовали себя максимально комфортно. Мы стараемся наши школы делать более интересные, более привлекательные. Из каждой школы мы извлекаем определенные уроки и делаем этот контент более интересным и насыщенным. Конечно же, если говорить про инфраструктуру, у нас еще буквально недавно добавилась заправка электрическая, то есть теперь в технопарк можно приехать на электромобиль и обеспечить его комплексную заправку. Научно-образовательная школа НЦФМ – четвертая в этом году. Ранее в Сарове работали над изучением физики нейтрино и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также лазерной физики и лазерных технологий. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 18 декабря открывает свои двери резиденция Деда Мороза в Ледовом дворце. В программе «Семейное ледовое шоу», встреча с главным символом Нового года, творческие мастер-классы, экскурсия по Ледовому дворцу, фотозона, почта Деда Мороза, праздничное настроение и масса интересного для всей семьи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста в начале 2023 года поручил Кабмину президент Владимир Путин. Соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля. Глава государства также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года. История России и всеобщая история будут преподаваться в российских школах одним курсом. Интеграцией курсов должно заняться Минпросвещение совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией Российско-историческое общество и Комиссией Государственного совета России. Также сейчас рассматривают вопрос о внедрении в вузах модуля по истории религии России. Нижегородским подросткам запретят делать татуировки без согласия родителей. Власти региона намерены штрафовать мастеров тату-салонов за работу с подростками, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области. Чтобы сделать татуировку, несовершеннолетнему потребуется разрешение родителей. К нанесении и удалению татуировок планируют причислить к лицензируемым медицинским услугам. Молодежная биржа труда, организованная в Молодежном центре, признана лучшей в стране практикой трудоустройства молодежи муниципального уровня. На конкурс подали 926 практик от 574 участников из 73 регионов России. Провести каникулы с пользой и заработать себе на карманные расходы. Ежегодно более 250 подростков от 14 до 18 лет. Во время летних каникул трудятся в различных городских организациях. Благодаря взаимодействию Молодежного центра администрации города с Центром занятости и предприятиями работодателями, с 2000 года в Сарове действует Молодежная биржа труда. В основном это, конечно, благоустройство территории. Это легкий труд, не причиняющий вреда здоровью, и по законодательству у нас только такой труд разрешен для ребят до 18 лет. Соответственно, это уборка территории, озеленение территории, покраска, возможно, то есть именно благоустройство. Практику трудоустройства Молодежный центр отправил на Всероссийский конкурс Министерства труда и социальной защиты. Всего подали 926 практик от 574 участников из 73 регионов России. Из них в финал было отобрано 218 заявок в 11 номинациях. Саровской практике присудили первое место в номинации «Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости муниципального уровня». Конкурс значимый, очень значимый, он направлен на выявление лучших практик страны и тиражирование этих практик по другим регионам. И, соответственно, то, что нашу практику, практика вообще называется «Программа трудовой занятости несовершеннолетних молодых людей города Саров», в рамках которой организована Молодежная биржа труда. То, что ее признали лучшей в стране на муниципальном уровне, это огромная победа. В рамках классной встречи РДШ в Сарове во дворце детского творчества состоялась беседа со старшим помощником прокурора Пазато Саров Станиславом Герасимовым. Школьники размышляли на тему коррупции. Также на встрече наградили победителей муниципального этапа конкурса «Вместе против коррупции». Как люди становятся преступниками и какие у них мотивы? Как получают взятку, используя служебное положение? Кто контролирует исполнение законов? Как самим не стать коррупционером? На эти и многие другие вопросы поговорили на очередной классной встрече РДШ в Сарове. В этот раз к школьникам пришел очень серьезный гость – старший помощник прокурора Станислав Герасимов. Встречу приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. Тема одна из самых актуальных. Сейчас противодействие коррупции уделяется огромное внимание. И одна из форм противодействия коррупции – это прежде всего просвещение, правовое просвещение и предупреждение, вплоть даже самых маленьких возрастов. Закон и честь – такие слова стали слоганом классной встречи. В формате живого диалога Станислав Герасимов поговорил с ребятами о честности, жизненных ситуациях и наиболее острых правовых проблемах. Помощник прокурора отвечал на вопросы, приводил статистику по коррупционерам, делился примерами из собственной практики и советами о том, как не попасть на скамью подсудимых и не стать правонарушителем. Школьники проявили живой интерес к теме беседы, активно вступали в дискуссию и размышляли на важные вопросы. Также Станислав Герасимов рассказал о своей профессии и о работе прокуратуры. Мне была очень интересна эта встреча, так как я сдаю общество знания. Мы разговаривали про коррупцию, ранее я рисовала работу на эту тему. Мы затронули очень много тем и даже были споры. Было очень интересно, так как беседа была очень оживленная. Мужчина достаточно добрый человек и атмосфера здесь царила дружелюбная. Много узнали нового, поучительного для сдачи экзаменов, для изучения общества знания. В завершении встречи Станислав Герасимов наградил победителей муниципального этапа конкурса «Вместе против коррупции» в номинациях «Рисунок», «Цифровая графика» и «Слово против коррупции». Лучшие работы школьников разместили на стенде по Дворце детского творчества. После награждения ребята сделали традиционную общую фотографию на память. Светлана Юронова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров» на 24. Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы «Кар» вернулись с наградами из Иваново. Там саровчане выступили на всероссийских соревнованиях памяти Люлина. Подробнее об успехах спортсменов расскажем в следующем репортаже. В шаге от мастера спорта. Ирина Тимонина с 6 лет занимается прыжками на батуте и двойном мини-трампе. В 14 она получила разряд кандидата в мастера спорта. На прошедших в Иванове всероссийских соревнованиях памяти Люлина девушка хотела наконец завоевать долгожданное звание мастера спорта. Но удача в тот день немного отвернулась от нее. Первый этап для меня был печальным. И я подумала, что все, дальше я не пройду. Но так получилось, что дальше прошла и поняла, что это мой шанс дальше бороться за победу. Я туда ехала не за медалью, а за выполнением норматива по мастеру спорта. Но так как я предвариловку сделала не очень удачно, поэтому поняла, что норматив я не набрала. Но подумала, что борьба за медаль будет тоже не менее приятной. В итоге Ирина завоевала свою золотую медаль. Но с мечтой стать мастером не распрощалась. Сейчас она готовится к первенству Приволжского федерального округа в Оренбурге, где также будет возможность выполнить мастера спорта. Каждый, наверное, человек в жизни должен чем-то гордиться. И так как пока я не закончила школу, если я, например, сдам мастера, я могу сказать, что я добилась жизни мастера спорта. Вместе с Ириной на пьедестал почеты всероссийских соревнований памяти Люлина поднялась и Тамара Давыдова. На ее счету две медали – серебро за прыжки на двойном мини-трампе и золото за синхронные прыжки на батуте. В 12 лет девушка занимается этим спортом. Неоднократно становилась победителем, призером соревнований различного уровня. Экстрим – это захватывает дух, прыгать на высоте, крутиться в воздухе. Мне это нравится. Я, в принципе, довольна своими результатами. По прыжкам на двойном мини-трампе можно было выступить и лучше. По прыжкам на батуте – и все хорошо. В соревнования памяти Люлина собрали более 350 спортсменов из 16 регионов России. Саровчане, по сути, представляли всю область. В состав команды вошли два спортсмена из Нижнего Новгорода, а все остальные – воспитанники Икара. На эти состязания ребята ездят регулярно и традиционно возвращаются не с пустыми руками. По признанию тренеров, в этом году они улучшили результат – привезли четыре медали против двух в прошлом году. Четыре медали мы привезли, и всех. Ну и также прыгали у нас в финале еще. Четыре человека в финал попадало, у нас тоже попали. Которые не смогли третьи, четвертые были. Два человека – это Мирясов и Синицкий Максим. Рядом прямо там. Вот. Я считаю, так неплохо еще выступили. Тренеры в целом довольны выступлениями воспитанников не только на этих соревнованиях. Календарный год прошел для ребят плодотворно. За это время они поучаствовали в пяти крупных выездных соревнованиях. Сейчас спортсмены Икара готовятся к чемпионату области, который пройдет в выходные в Нижнем Новгороде. Это будут последние выездные соревнования этого года. Екатерина Пенна и Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.